Конкурс Дерешелье проходит в рамках культурологического проекта «Спаси и сохрани» уже не первый год. Известен он не только в Одессе, но и далеко за ее пределами. Его главная особенность – он объединяет под своим началом людей разных творческих профессий. Лучших из лучших отбирают члены международного жюри. Будем честовать лауреатов. В этом сезоне у нас огромное количество. Мы работаем и во славу Одессы, и процветание нашего родного города и мира в мире. Одна из лауреатов конкурса «Известный исследователь истории Одессы» Ольга Богданович получила диплом в номинации «Авторская книга». Ее работа «Жизнь архитектора Дмитренко» рассказывает о деятельности известного одесского зодчего, построившего более 40 зданий, ставших украшением Южной Пальмиры. Более 20 лет Ольга Богданович кропотливо работала над архивными материалами, чтобы получить самую достоверную информацию о создателе неповторимой Одессы. Ее труд был отмечен по достоинству. Там представлена масса архивных материалов из Государственного архива Одесской области. Хорошо, что эта книга возвращает нам некоторые страницы украинской культуры, немного подзабытые за известное время. Там описана жизнь, вся жизнь, безжизненный путь этого архитектора, который родился, жил, творил, умер и был похоронен в Одессе. Писатель и библиограф Ольга Богданович известна своими работами по истории города. Жизнь и описание зодчего Дмитренко вызвало неподдельный интерес у почитателей истории города еще во время презентации книги. В премьере Ришелье итоговая оценка этого масштабного труда. В конкурсе Ришелье приняли участие представители многих творческих профессий. Лауреаты рассказывают, что с удовольствием откликнулись на предложение представить свои работы на конкурс, объединяющий под своим началом многих талантливых людей. Проект, объединяющий многие культурные слои, художники, живописцы, фотографы, также авторы прозы и стихотворений, конечно, это все замечательно, потому что такие узконаправленные конкурсы существуют, а вот таких вот объединяющих очень мало. Я, как человек пишущий, уже давно решила принять участие, собственно, поучаствовать в этом конкурсе. Отправилась на несколько стихотворений и, как оказалось, стала одной из победительниц. Понравилось участвовать, потому что подобные конкурсы подстегивают человека, стимулируют к дальнейшему творчеству. Организаторы надеются, что конкурс будет и дальше выявлять таланты и осуществлять гуманитарные проекты для повышения уровня культуры, искусства и духовности.